Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакин. Сегодня в программе. Легализация имущества и доходов продолжается. Аким области Нурмухаммед Абдебеков поручил держать этот вопрос на постоянном контроле. Какие вакансии были представлены на ярмарке рабочих мест? Сколько человек нашли работу? Выступить на главной сцене города вместе со звездой казахстанской эстрады. Ученики вокальной студии «Саунд» достойно прошли испытания. До конца 2016 года комиссиями городов и районов прогнозируется легализовать 332 объекта. Об этом на аппаратном совещании доложила руководитель управления экономики и финансов Ольга Чернявская. Аким области Нурмухаммед Абдебеков поручил чиновникам проводить открытую агитацию среди населения через средства массовой информации. От жителей области в специальную комиссию при Акиматах принято 865 заявлений на легализацию имущества общей суммой 12 миллиардов тенге. Но удовлетворено было всего 336. В бюджет поступило 5,5 миллионов тенге. По 336 заявлениям легализовано 366 объектов. Из них 34 жилых объекта на сумму 266,6 миллионов тенге и 322 жилых объекта, нежилых объекта на сумму 5 миллиардов 268 миллионов тенге. Наибольшее количество легализованного имущества в Караганде 165, Жасказгане 46, Тимиртау 38 объектов, в Бухаржраусском районе 17 и 13 в Абайском районе. А в госорганах легализация проводится путем предоставления специальной декларации. На сегодняшний день органами госдоходов приняты 13 специальных деклараций по легализации денег на общую сумму более 4 миллионов тенге. Аким области поручил проводить агитационную работу через СМИ. Не везде у нас инициативная работа. Она идет, но по-многому, в рамках налаженных каких-то нарысок стали, и вот так идет, и идет. Акимов городов и районов продолжат работу по разъяснению правил легализации имущества, новых условий проводимой акции, путем проведения семинаров по двух столов, размещения в печатных изданиях электронных средствах массов, информации, статьи, интервью на тему легализации. Чиновники заверили главу региона о надлежащем исполнении его поручений. Легализация продолжается. Аймам Ринаул Жаскабасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде прошла ярмарка рабочих мест и вакантных должностей. Около 150 предприятий и организаций города представили 800 вакансий. Вместе с сотнями желающих получить работу на ярмарке побывала и наша съемочная группа. В основном это требуются на рынке труда специалисты с высшим образованием, инженера, специалисты со среднеспециальным образованием и с низкой квалификацией. Это люди, которые сегодня хотят работать на неполном рабочем графике. И в основном такая категория людей сегодня приходит к нам на прием. Очередную ярмарку вакансий в этот раз посетило много молодежи. Окончившим университеты молодым людям сегодня трудно найти работу по профессии. Ведь зачастую работодатели требуют опыт работы. Поэтому на основе программы государственной поддержки молодым специалистам предлагают переквалификацию. Также необходимо отметить, что в связи с реализацией проектов программы НОРЛЫЖОЛ и Дорожная карта занятости 2020 на реконструкцию объектов социально-бытового назначения требуются специалисты со среднеспециальным образованием. Сейчас вот если посмотреть, проанализировать те предприятия, которые у нас сегодня заявили о вакансиях, мы сейчас видим в основном блок у нас социальной сферы. Это организации образования, организации культуры. То есть у нас сейчас недостаток специалистов, дефицит специалистов, начального звена учителей, воспитателей в детских садах, имеющих на государственном языке обучение. То есть мы тоже здесь испытываем дефицит наших специалистов. Руслан Абельдинов – коренной житель Караганды. После окончания политехнического колледжа устроился работать на шахту. Долгое время мужчина трудился на благо шахтерской столицы, но попал под сокращение. Несколько лет скитался в поисках подходящего рабочего места. Все усилия были напрасны. На ярмарке мужчина все же нашел работу именно по специальности. Ну я доволен, конечно, то, что устроился, пошел и нашел по специальности работы. И благодаря этой ярмарке всех приглашаю сюда. Потому что очень много людей из Китайца не могут найти специальности. Некоторые переучиваются. Но здесь можно найти по специальности. Найти себе подходящую работу пришли дети-сироты, воспитанники детских домов, пенсионеры, инвалиды и лица, освобожденные из мест лишения свободы. На сегодняшний день многие осужденные нуждаются в работе. Сейчас они могут обратиться в центр занятости и обучиться по любой среднеспециальной профессии. В этот раз ярмарку посетили более 20 бывших осужденных. Также на ярмарке присутствуют должники по алиментам. В прокуратуре ведется специальная учетная запись по всем должникам, где выявляется, сколько времени человек находится без работы, причина безработицы и сумма долга. Одним из приоритетных направлений прокуратуры является защита прав несовершеннолетних детей. Так, на территории Октябрьского района на исполнение судебных и исполнительных находятся свыше 3592 исполнительных документов о взыскании алиментов. Одной из причин исполнения алиментов является отсутствие работы должников. В связи с этим прокуратурой района совместно с судебными и исполнителями организована данная работа по обеспечению явки должников. В данном случае на ярмарке сейчас находится свыше 55 должников по алиментам, которые обходят работодатели для трудоустройства. Работа в данном направлении проводится нами ежеквартально. На ярмарке соискатели получили возможность найти подходящую работу с достойной оплатой. Кроме того, все пришедшие могли получить полную информацию о программе «Дорожная карта занятости-2020», «Молодежная практика», а также о социальных рабочих местах и о выплатах в случае потери работы. Асир Сазанбаева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде прошел практический семинар совещания по изменениям и дополнениям, внесенным в законодательство, регулирующее сферу государственной службы. Подробнее в сюжете. Цель практического семинара совещания – довести до государственных слушающих мысль, что каждый из них – проводник реформ, которые намечены программой «100 шагов». В достижении цели, поставленных главой государства, не должны быть допущены какие-либо искажения. С 1 января 2016 года вступил в силу новый закон о государственной службе, который предусматривает определенные реформы, предусмотренные программой «100 шагов». И для внедрения ее в жизнь необходимо знание для того, чтобы не допускать каких-либо нарушений, отклонений при применении нового законодательства. В Доме дружбы прозвучали доклады на темы «Основные положения порядка наложения дисциплинарных взысканий на государственных служащих», «Профессиональные кадры для профессионального государства», «Работа в ИИС», «Профилактические аспекты профилактики коррупции», «Оценка деятельности административных государственных служащих». В ходе семинара присутствующие имели возможность задать вопрос и получить на него действенный ответ. На сегодняшнем мероприятии принимает участие 193 государственных служащих, которые приехали из городов и районов, со всех государственных органов области. Основная цель – это практическая помощь работникам кадровых служб. Напомним, что Государственный совет упразднен. Вместо него был создан Совет по этике, который рассматривает государственные дела по факту нарушения законодательства Государственной службы Кодекса этики. А главная цель Департамента Государственной службы – это предупреждение о нарушении законов и чтобы в дальнейшем все эти законы действовали. Екатерина Афанасьева, Жаксолок Нортай, Александр Циркидзе, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Долговечность. 60 лет. Галвин. Морозостойкий. Надежный. Прочный. Для тех, кто ценит качество. Впервые в Караганде. Выставка экзотических животных. Ежедневно с 3 марта по 2 мая. Торговый центр «Сити Молл». Третий этаж. Эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в области рассмотрели госслужащие за круглым столом. Обсуждались вопросы выявления туберкулеза, снижения уровня заболеваемости, иммунопрофилактики и социальной поддержки больных в регионе. Подробнее в материале Ларисы Хусаиновой. На повестке дня было множество вопросов. Обсудили функции исполнительной власти в вопросах профилактики и борьбы с туберкулезом. Роль неправительственных организаций при выявлении заболевания среди мигрирующего населения. Всемирная организация здравоохранения принята большая концепция, которая дает такие глобальные показатели, чтобы к 2030 году снизить смертность от туберкулеза почти на 90% и снизить новые случаи заболевания туберкулезом. В Казахстане проводится большая работа против туберкулеза. С 2014 года отмечается снижение общей заболеваемости и смертности. Но все равно еще предстоит многое сделать для совершенствования здорового образа жизни. Обсудив вопросы по снижению уровня заболеваемости туберкулезом в Карагандинской области, участники круглого стола поставили перед собой конкретные задачи. Так как нам нужно направить специалистов первичного звена на раннюю диагностику и усиление профилактических медработников, направить работодателей на своевременное прохождение работниками профосмотров и также создание условий для введения здорового образа жизни. Кроме создания таких условий, необходимо повышать осведомленность населения о профилактических мероприятиях и о первых признаках туберкулеза. Здоровье граждан напрямую зависит от своевременного обращения за медицинской помощью. Лариса Хусейнова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде осудили троих последователей, запрещенные в Казахстане экстремистской организации «Таблиги Джамат». Айдына Шакентаева, Баужана Серикова, Мурата Шупенова признали виновными в активной и повсеместной пропаганде экстремистских идей. По версии прокуратуры, трое мужчин неоднократно выезжали в Киргизию, Индию, Бангладеш, где проходили обучение и слушали лекции организации «Таблиги Джамат». Судом установлено, что лидер ячейки Айдын Шакентаев занимался вербовкой новых членов, осуществлением призывов дуатов, участвовал в международных сборах, республиканских маршрутах, совещаниях, советах и встречал в Караганде иностранных приверженцев данной организации. Ему дали 2 года 6 месяцев, а остальным 2 по 2 года лишения свободы. Шакентаеву Айдыну назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Серикова Баужана назначена наказание в виде 2 лет лишения свободы. И Шупенова Мурата назначена наказание в виде 2 лет лишения свободы. И все трое фигурантов будут отбывать это наказание в исправительной колонии общего режима. Караганда под пристальным вниманием камер. За три месяца текущего года с помощью видеонаблюдения Центра оперативного управления раскрыто 46 преступлений и выявлено более 5000 административных правонарушений. За 2016 год раскрыты 10 грабежей, 10 краж, 6 нарушений прав интеллектуальной собственности, 5 хулиганств, 1 незаконное лишение свободы и 2 угона. Сейчас в шахтерской столице установлено 328 камер наружного видеонаблюдения, 198 из них расположены во дворах, 130 на перекрестках и общественных местах, 37 камер охватывают учебные заведения. Видеофиксация способствует оперативному вмешательству полиции. Например, с помощью камеры, расположенной на проспекте Шахтеров, Университетская, были задержаны двое подозреваемых, которые ранее совершили разбойные нападения в одном из ночных клубов. Инспекторы с помощью нескольких видеокамер отслеживали, в каком направлении подозреваемые пытались скрыться и координировали действия сил ночной оперативно-поисковой группы. Также по горящим следам было раскрыто похищение Тимиртаутса. Неизвестные лица требовали за него выкуп в размере 800 тысяч тенге. По данному факту были задержаны подозреваемые, которые дали признательные показания. Из настоящего в прошлое. Карагандинские школьники показали свои творческие способности и знания истории и географии. В городском конкурсе «Историко-географическая реконструкция» приняли участие более 150 учеников из 39 школ Караганды. Архитектуру и события прошлых лет увидел наш корреспондент. Ученики школ города представили макеты архитектурных сооружений, панорамы исторических событий, доспехи периода средневекового Казахстана и многое другое. Все это школьники мастерили своими руками на протяжении нескольких месяцев. На создание этой работы ушло пять месяцев. В доме кочевников продумано все до мелочей. Большой круглый стол, деревянные сундуки, куклы в национальных одеждах. Около юрты сидит пластилиновый аксакал, а рядом женщина готовит еду. Авторы этого сооружения – ученики 57-й школы-лицея. А ребята из 53-й школы показали исторический фрагмент из жизни казахского народа. Из года в год каждый сезон казахи кочевали по степи. Ученица 6-го класса Анастасия Шабалина рассказала о создании панорамы кочевки по бескрайней казахской степи. Горы сделаны в технике масса папье-маше. Каждая фигурка имеет каркас из проволоки и облеплена скульптурным пластилином. Покрашена куашью, неразведенной, и акрилом. Не менее интересным экспонатом стала рукотворная работа ученика 77-й школы. Нургазы Булашак продемонстрировал доспехи и оружие средневекового периода. Двухкилограммовую кольчугу создавали школьники вместе с преподавателями. Эти доспехи мы сделали вместе с преподавателем. Также нам помогали ученики 6-го и 10-го класса. На изготовление кольчуги ушло два месяца. Ещё мы сделали пять видов оружия. В городском конкурсе приняли участие дети с 5-го по 8-е классы общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Оценивало выступление конкурсантов справедливое жюри. В его состав пошли специалисты отдела образования, педагоги организации дополнительного образования и учителя истории и географии. Конкурс состоял из двух этапов. Первый – это очный, заочно рассматривали работы. И второй этап, он сегодня у нас идёт, это очная защита презентации. Победители у нас по результатам награждения получились два гран-при, шесть первой степени, восемь второй степени диплом и шестнадцать третьей степени. Без награды никого не оставили. Городской конкурс историко-географической реконструкции прошёл под руководством отдела образования города Караганды на базе школы-лицея номер 57. Проводится конкурс второй раз. В этом году он посвящён празднованию 25-летия независимости Республики Казахстан и 150-летия общественного деятеля Алихана Букиханова. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Александр Сирикидзе, Первый Карагандинский. Показать себя и посмотреть на других. В стенах Дворца культуры Горняков состоялся очередной отчётный концерт для тех, кто обладает вокальными данными. Реализовать свои мечты могли и все желающие. Кроме того, любой участник мероприятия мог выступить на сцене вместе со звёздами казахстанской эстрады. Кто из знаменитостей посетил шахтёрскую столицу, и все подробности отчётного концерта вы узнаете из материала Асельса Занбаевой. Сегодня будет принимать участие в нашем концерте как специальный гость. Это певец Адам, участник «Новой волны-2013». Это Кулеим Каирбаева, лауреат международных конкурсов. И, конечно же, хедлайнер нашего вечера – это Али Укапов. В Карагандинске будет выступать инструментальный проект «ДАИР». Это новое направление турецкого барабана и нашей казахской дамбры. Это будет очень интересно. Этнофолк, я думаю, что будет очень уместен. В основном многие участники концерта являются учениками вокальной студии «Саунд». Студия занимается подготовкой к конкурсам и фестивалям эстрадной песни городских, областных, республиканских и международных уровней. За плечами некоторых учеников немало конкурсов и фестивалей. Но на этот раз больше всего зрители удивлялись совсем юные вокалисты. Они старались вести себя, как настоящие певцы. Звездные гости, в свою очередь, личным примером, подбадривали и преподносили уроки правила поведения на сцене. Сегодня мы будем выступать перед молодыми исполнителями. Если честно, немного волнуемся, ведь мы должны правильно направить юных вокалистов и преподать настоящий урок. Я считаю, что каким бы ты ни был знаменитым и талантливым, нужно всегда тщательно подходить к подготовке концерта, ведь каждое выступление – это как настоящий экзамен. Мероприятие проводится уже четвертый год. С каждым разом идей для реализации больше, поэтому концертная программа становится масштабнее. Кроме того, нужно отметить, что количество участников увеличивается, что говорит о постоянном развитии культуры нашего города. А сердце Замбаева, Жак Сулак Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. К другим новостям. Местная полицейская служба Караганды провела турнир по мини-футболу среди детских домов с участием звезд хоккейного клуба «Сарарка» и футбольного клуба «Шахтер». Полицейской службой ДВД Карагандинской области был подписан меморандум с хоккейным клубом «Сарарка» и футбольным клубом «Шахтер» по пропаганде здорового образа жизни и поднятия имиджа полиции. Для вовлечения подростков в систематические занятия физической культурой и спортом сотрудниками полка дорожной патрульной полиции и известными спортсменами был проведен турнир по мини-футболу среди детских домов города Караганды. Дети не сидят дома, в данном случае в детских домах заняты, играют в футбол, развиваются в спортивном, физическом плане. Это хорошо, молодцы. Данное мероприятие было направлено на пропаганду здорового образа жизни и приобщение подростков к спорту. В соревновании приняли участие команды детских домов «Кулэншак», «Таншалпан», областной детский дом по типу семьи и детский дом имени Надежды Константиновой Крупской. По итогам турнира первое место завоевала команда «Кулэншак». Хочу поздравить победителей команды сегодняшнего турнира, поздравить ребят с праздником на ОРС, которые прошу пожелать ребятам, чтобы футбол им приносил всегда удовольствие и чтобы они стремились всегда к победам. Участники турнира были награждены медалями, грамотами и ценными подарками, планшетами, спортивными сумками и футбольным инвентарем. Екатерина Афанасьева, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok